Фу, Positive Hack Days теперь не хардкор. То, что мне добираться до этой площадки два часа, это не круто. Люди уже просто спали под столом. Интересую техническую часть. Это больше, чем ты рассчитывал. Наш походец будет примерно как американский девкон. Это точно неплохо. Не Диснейленд, да, а реальный хардкор. Редактор субтитров А.Семкин Каждое мероприятие – это личный взлом, личных шаблонов и подходов. Пытаемся смотреть каждый раз на мероприятие по-новому. У нас появился детский трек. Зарегистрировано 250 детишек, которые завтра придут к нам на ПХД. И в отдельном зале у них будет своя программа. Плюс ко всему у нас появилась замечательная идея. Небольшой кинофестиваль. Короткометражных науч-поп-кино. И самое, наверное, главное – возникла идея организовать социальный трек. Там будут принимать участие ребята, которые вообще не связаны с информационной безопасностью. Ребята, которые имеют успех в бизнес-сфере. Ребята, которые имеют успех в научной сфере. И в культурной, художественной. Не теряется вот эта хардкорная составляющая. Потому что ядром всегда было, к примеру, даже в этом году и как в прошлое, наше большое соревнование за стендов. Уж куда техничнее, хардкорнее, чем это. Плюс ко всему мы, как всегда, проводим много воркшопов, где наши ребята показывают там тоже различные знания свои в этой области. Именно в технической, в глубокой. И это, в принципе, тоже круто. И сохраняет за нами репутацию, что мы все же там прежде всего не Диснейленд, а реальный хардкор. Поиск в Хакдейс, наверное, очень давно начал восприниматься как неотрывно от Центра международной торговли. И здесь мы действительно сломали какой-то шаблон. Люди по-разному реагировали на то, что мы переехали в Крокус. Но, тем не менее, это был необходимый шаг для того, чтобы сделать вот все это. Ну и действительно, мы взломали эту константу. Пригласили гораздо шире публику. Это и детские различные треки, и соцтреки. То есть попытались вовлечь во всю эту нашу движуху каких-то новых людей, для того, чтобы действительно как-то расширить кругозор. По Хадейс это всегда про объединение, объединение людей. Объединение групп людей, которые обычно никак не соприкасаются в своей жизни между собой. Если раньше мы говорили о том, что соединяем бизнесы хакеров, то сейчас мы соединяем гораздо больше людей между собой. В одной стороне дети резвятся, да. В другой стороне люди в капюшонах сидят и в ноутбуке тыкают. Никому непонятно, что они делают. Да, это так и есть, это каждый год на ПХДСе происходит. Здесь есть и хардкор, здесь есть и какие-то социальные темы. Здесь можно найти все. Мы не опасаемся того, что кто-то скажет, что фу, позитив Хадейс теперь не хардкорный. Позитив Хадейс все равно остался хардкорным, потому что здесь есть хардкор. Просто есть и другие темы. Девятый ПХДС предъюбилейный, и мы здесь экспериментируем, в том числе и с площадкой. В десятом мы обязаны сделать что-то умопомрачительное. Как я говорил со сцены, это будет привет олимпийский. И это будет тысяч восемьдесят человек. Мне вообще вот эта ПХД больше понравилась, чем предыдущая. Единственное, что народу, по-моему, еще прибавилось. Я как технарь, да, я больше к техническим требованиям присматриваюсь, а на остальное, на машину, например, особо внимания обращаю. Мне нравится, что стало больше места. То, что много людей, я считаю, что это неплохо, потому что это знакомство, это какие-то... Опять же, мне кажется, новые звезды откроются сегодня. Это точно неплохо. Можно походить, посмотреть, и как бы в один, ну, два дня, скажем так, не только насладиться информационной безопасностью, но и отвлечься на какие-то интересные вещи. Из мероприятий какого-то общих, да, для нас ПХД самое главное. То есть мы реально больше всего сил вкладываем в подготовку именно к нему. Сейчас для нас, конечно, самое основное это противостояние, стендово. Можно вот в очень короткий период времени, всего два дня, попробовать техники защиты и нападения, которые там года не хватит в нормальных условиях. Вот, ну, это классно, это нам нравится. Я надеюсь, что вот противостояние, которое проходит в этом году, оно будет другим, потому что реально в прошлом году это было немножко скучновато. И люди уже просто спали под столом. Вот, сейчас просто вот первые минуты пошли соревнования, сразу начались проблемы. Вот, гораздо все это динамичнее. Я с 12-го года каждый год посещаю ПХД, и тренд такой наблюдается, что все больше и больше становится вещей, такие для пиджаков, а не для футбола. На мой взгляд, это не проблема, а скорее достоинство. Вся история, которая здесь возникает с какими-то активностями, уже не связанными с IT даже, а скорее с каким-то релаксом, не знаю, с общением, это тоже очень важно. Это больше, чем ты рассчитывал, вот. Размах, конечно, огромный. ПХД и СОК Форум – это два самых крупных мероприятия в области информационной безопасности. Тут достаточно мощная техническая часть, большие достаточно стенды крупных организаций, крупных вендоров, дистрибьюторов. Видно, что тут приехали, ну, практически все, кто в информационной безопасности так или иначе работает или связан. Трудно кого-то тут не найти. Для меня это просто первое испытание, когда в России находясь на русском конференции, это довольно-таки интересно. Мой концент, в которой конференции я видел, пока не было, я видел что-то новое. Да, много. Например, в Германии или в Неверландии. И я думаю, что это довольно-таки весело, с этими экстрементами. Все эти хаккиные возможности, чтобы вы можете хакить какие-то индустриальные системы, чтобы вы можете хакить какие-то индустриальные контролы. И я хочу сидеть там и потом просто хакить. Зарай Найтс есть, ну, ХДС он более крупный и такой более массивный. А если говорить о мировом сегменте, то там ДевКон. ДевКон как бы сильнее, чем ПХДС. Чем больше людей, тем больше можно приглашать более знаменитых каких-то спикеров. Все идет, в принципе, к тому, что наш ПХДС будет примерно как американский ДевКон. Конференции типа Зарай Найтс, они более технические. Там больше вот именно целенаправленно про технический спектр рассказывается. Здесь же есть и какие-то веселые фановые моменты, но в этом же и суть. Потому что хакерство – это не только защита и взлом, да, это не только какая-то такая скрупулезная работа. Это есть и доля веселья. Есть всего два крупных события по ИБ на, так сказать, российском рынке. Это Зарай Найтс и ПХДС. Сейчас вот потихонечку выходит на новый уровень офф-зон, но пока ему все-таки далеко до таких тяжеловесов, как ПХДС и Зарай Найтс. Ну, оно стало, конечно, более популярным, но оно не потеряло при этом в своем качестве, как мне кажется. В моем первом ПХДС, то есть в втором вообще, было все хардкорно, круто, и можно было найти доклад по душе. То есть и для продвинутого уровня с определенным уклоном, как и общие какие-то вещи, которые даже не шарящему человеку будет интересно послушать. Так оно, собственно, и осталось. Если хочется более какой-то ламповой, уютной атмосферы, просто ходи на конференции, которые только будут популярны в будущем. Ну, или просто организуй их самостоятельно, это какие-то маленькие ивенты. То, что помещение новое и это нечто совершенно иное, это круто. Но то, что мне добираться до этой площадки 2 часа, это не круто. Мой топ, наверное, Зарай Найтс, ПХДС, мероприятие от Bizon, Avzon. Константность этого мероприятия была в том, что оно изначально было более техническим, а сейчас оно продолжает развиваться вширь. Меня более интересует техническая часть. Возможно, есть также люди, которым интересно послушать и не только что-то хардкорное, а более такое общее и втянуться в эту сферу. Несмотря на то, что ПХДС растет вширь, вот это центральное событие тоже продолжает развиваться, становится больше каких-то заданий, больше технической части. Так что, я бы сказал, нет, оно не теряет своих хардкор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА